Последний колышек забит. Забор готов не столько, чтобы отгородить экспозицию, сколько подчеркнуть атмосферу. Здесь всё рассказывает о быте наших предков. И главные экспонаты – игрушки. Без них невозможно представить жизнь народа. Они не развлекали, а воспитывали и оберегали детей. Медведь – символ плодородия, хозяин леса. Лошадка – посланец бога Хороса. Свистульки, а их на выставке десятки, разгоняли силы тьмы и призывали тепло солнечного света. И каждый экспонат поражает мастерством исполнения. Так опытного музейщика Алену Доценко восхищают игрушки из Средней Азии. Это сочетание разных материалов. То есть это дерево, резьба, это ручной тканый ковёр, это лепные фигурки сидящих в чихане за чаепитием мужей. И плюс ещё, конечно, эмали, которые очень красивые. А рядом игрушки с Украины, Белоруссии и Дагестана. Ну и, конечно, невероятное количество кукол из разных областей Большой России. Игрушка Дымковская, Каргопольская, Абашевская. Деревянные, глиняные, соломы и бересты. Многие игрушки потрясают не только воображение, а своим ярким и необычным внешним видом. Некоторые могут стать предметом для забавок, как, например, эти деревянные медведи богородских мастеров. Вот так вот необычно парят друг друга в бане. Эта выставка из фондов музея Росизо уже объездила всю планету. И везде архаические представления народа о том, как устроен мир, выраженный самым ярким и выразительным образом, вызывали огромный интерес. Хранитель фондов музея Евгения Кириллова до сих пор вспоминает, как принимали в испанском городке Саламанка. Когда я приехала туда на демонтаж выставки, я с трудом пробралась в музей, в родную экспозицию. Очередь была, ну не скажу, как в мавзолей старые времена, но очень большая. И на этой выставке картины галереи не только показывают игрушки. Здесь приготовили целую серию квестов и мастер-классов, где можно не только поиграть, но узнать об истории своей страны. Ольга Сомкина, Максим Евсеев, Панорама.